биология приветствует вас как говорится повторение мать учения и сегодня мы с вами решим задачу которую когда-то мы уже похожую решали не совсем такую но очень похожую и посмотрим запомнили ли вы это или нет итак задача рахитоподобное заболевание наследуется как рецессивный признак одна из форм этой болезни определяется аутосомным геном другая наследуется сцеплена с икс хромосомы чему равна вероятность рождения среди сыновей здорового мальчика в семье где родители здоровы но при этом оба являются гетерозиготными носителями аллеля данного заболевания мать ди гетерозигота сейчас вы включаете видео на паузу и делается задача а потом мы посмотрим что получилось у вас и что получилось у нас делаем условное обозначение болезнь обозначим через букву а маленькая при этом аллель заболевания это а маленькая в автосоме и x а маленькая в x хромосоме генотипы здоровых людей в автосомах это генотипы могут быть а большой а большой либо а большое маленькое болезнь только а маленькая а маленько Если рассматривать Половые хромосомы То здоровые могут быть Гомозиготы и гетерозиготы ХА большая Либо ХА большая ХА маленькая это девочки А мальчики здоровые ХА большие У Больные девочки Могут быть ХА маленькая ХА маленькая А мальчики ХА маленькая У В нашем браке оба родители носители данного заболевания, мать дигитерозигота. Значит генотип мамы А большое, А маленькое, ХА большое, ХА маленькое. Генотип папы А большое, А маленькое, ХА большое, У, потому что он здоров. И мама и папа образуют по 4 сорта гомет. Вот записываем эти гометы в решетку Пинета. По горизонтали записываем мамины гометы, по вертикали папины. Смотрим, что у нас получается. Сразу вспоминаем, что здесь найти. Вероятность рождения среди сыновей. Значит девочки нас вообще не интересуют, мы их зачерпнули. Вот остались только две строчки, где у нас сыновья. Вероятность здорового мальчика в этой семье среди мальчиков 3 восьмые. То есть из 8 мальчиков 3 могут быть здоровые. 3 восьмые это 37,5%. Округляем до целого числа, получаем 38%. Как мы говорили, когда разбирали похожую задачу в прошлый раз, что если одно заболевание наследуется двумя путями, то лучше такие задачи решать только через решетку Пинета. Хотя, если разделить это дегибридное скрещивание в данном случае, поскольку нам надо найти здоровых мальчиков, то здоровых мы можем найти и используя этот метод. По данному скрещиванию модогибридом здоровых 3 четвертых, здоровых мальчиков 1 вторая, 3 четвертых умножаем на 1 вторую, получается 3 восьмых. То есть 3 восьмых 38%. Но обратите внимание, что так мы можем найти только здоровых. Больные все оставшиеся. Больных мы тоже можем найти. Но для этого мы просто от 100% должны были отнять 37,5%. Ну, если вы это не совсем понимаете, то лучше решать эту задачу только через решетку Пинета. Надеюсь, у вас результат получился такой же, как у нас. Спасибо.